МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению природоохранных организаций, бурение в этом районе может причинить серьезный вред окружающей среде. Так давно группа защитников природы заблокировала в Орегоне ледокол Феника. Экологи уверены, что применяемые шелл-технологии не в состоянии обеспечить безопасное бурение. Власти США также не исключают разлива нефти на Аляске и оценивают вероятность разлива в 75%. Природный газ был обнаружен в Чукотском море в 90-х годах. По данным Геологической службы США, в этом регионе находится приблизительно 90 миллиардов баррелей нефти. Это около 13% общего объема неразведанных запасов черного золота. Межведомственная комиссия Приминэкономразвития России поддержала строительство двух ледоколов для Ямала. Всего отобрано 4 проекта для включения в программу финансирования. По оценкам специалистов ведомства, строительство ледоколов для Ямала обойдется 17,43 миллиардов рублей. Сумма требуемых кредитных средств – около 14 миллиардов. Два судна будут построены на верфях Объединенной судостроительной корпорации. Ледоколы будут использоваться круглый год в районе Арктического терминала отгрузки нефти, расположенного на мысе Каминой в Ямало-Ненинском автономном округе. Строительство Арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти новопортовского месторождения ведется с 2012 года. В рамках проекта предстоит построить две нитки трубопровода диаметром 720 миллиметров и узел присоединения к приемо-сдаточному пункту. Общая протяженность сухопутной части составляет 3 километра, подводной части – почти 8. Кроме того, проект включает в себя строительство Арктического терминала башенного типа со швартовой системой для налива нефти в танкеры. Мощность терминала составит 8,5 миллионов тонн в год. Правительство Чукотского автономного округа утвердило изменения в порядок субсидирования оленеводческих хозяйств. По словам первого заместителя начальника департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотки Ирины Волковой, нововведение предполагает выделение дополнительных субсидий из регионального бюджета. Они будут направлены на повышение заработной платы оленеводов в зависимости от результатов труда. Примировать сельскохозяйственные предприятия будут по итогам года за выполнение производственных показателей, увеличение поголовья оленей или повышение объемов сданного на убой мяса. Таким образом, зарплата оленеводов может в среднем увеличиться с нынешних 20 тысяч рублей до 40. На некоторых предприятиях доход работников может достигнуть 52 тысяч рублей. На сегодняшний день на Чукотке зарегистрировано 15 оленеводческих хозяйств, в которых работают более 800 человек. Администрация Красноселькубского района Ямало-Нильницкого округа покупает 24 племенные лошади якутской породы. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Приобрести планируются 22 трехгодовалые кобылы и двух четырехгодовалых жеребцов. В конкурсной документации указано, лошади должны иметь крепкое телосложение, хорошо развитую мускулатуру, хорошую упитанность, правильно поставленную голову, прочные и правильные копыта. Максимальная цена контракта составляет 9 миллионов 390 тысяч рублей и включает в себя не только стоимость самих лошадей, но и их доставку и сопровождение специалистам. Кроме того, специалист должен будет оказывать помощь по содержанию животных в период их акклиматизации, а также давать консультации по содержанию и разведению лошадей якутской породы. Завод «Кировэнергомаш» – дочернее предприятие Петербургского кировского завода изготовил противообледенительную установку для атомного ледокола «Арктика». Предприятие произвело основную часть противообледенительного устройства – новейший осевой турбокомпрессор с электроприводом. Установка успешно прошла испытания и в ближайшее время будет передана заказчику. Компрессорный агрегат объединяет в себе лучшие и проверенные десятилетиями конструкторские решения. Они традиционно применялись при создании противообледенительных установок для атомных ледоколов с новейшей системой автоматизации, мультипликатором и современным электроприводом. Тестирования агрегата проводились на испытательном стенде, имитирующем основные энергетические системы корабля. Устройство успешно прошло проверку во всех возможных режимах, в том числе при критических нагрузках. В настоящее время предприятие также занимается изготовлением для ледокола «Арктика» паратурбинной установки. Работы планируется завершить в 2016 году. Работы по возведению здания нового международного терминала «Архангельск» начнутся в середине сентября 2015 года. Новый аэровокзал появится между двумя действующими павильонами. По словам директора аэропорта Ваги Петросяна, проект уже готов. Площадь нового аэровокзала составит 1800 квадратных метров. В нем будет предусмотрено таможенное и пограничное оформление, а также выдача багажа. По данным из открытых источников, в 2014 году услугами аэропорта воспользовались около 800 тысяч человек. Сегодня Архангельская воздушная гавань является третьим по величине аэропорта на северо-западе России после Пулкова и Калининградского аэропорта. Входит в число международных, относится к аэропортам федерального значения. Аэрослужба обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов регулярными и нерегулярными чартерными рейсами. Власти Архангельской области намерены в ближайшее время восстановить работу некоторых аэропортов в муниципалитетах Поморья. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов считает, что вопрос авиации в Архангельской области – это решение конституционного права граждан на свободу передвижения. Учитывая масштабы и расстояние между населенными пунктами, этому виду транспорта должно уделяться особое внимание. Власти Архангельской области запланировали масштабный проект по созданию региональной сети авиасообщения, который будет базироваться на трех основных точках – Архангельской, Котласе и Вельске. Передача аэропорта Вельска в собственность области состоится уже совсем скоро. Эта тренога будет основной конструкцией программы, на которую будут нанизываться еще 23 областных аэропорта. По словам Игоря Орлова, на реализацию этой программы потребуется несколько лет. В недавнем прошлом в Поморье открыто два маршрута. Сыктывкар, Котлас, Архангельск был восстановлен после 20-летнего перерыва. Второе направление – новое – Санкт-Петербург, Котлас. Сейчас рассматриваются варианты открытия еще двух новых авиарейсов – Ярославль-Архангельск и Калининград-Архангельск. Также будет рассмотрена возможность возобновления авиасообщения с новой землей на линии Архангельск-Рогачева. Инспекторы национального парка Онежское поморье в Архангельской области проводят авиапатрулирование заповедной территории. Так, стражи охраняемой территории пресекают браконьерство и проводят мониторинг лесопожарной ситуации. В первую очередь, задача авиапатрулирования – выявить возможные очаги возгорания леса и фактов незаконных вырубок деревьев. Особое внимание уделяется нерестовым рекам и водоемам, имеющим ценное рыбохозяйственное значение. Этим летом, несмотря на дождливую погоду, в Архангельской области были выявлены случаи лесных пожаров. Так, 23 июля во время контрольной проверки сотрудники МЧС обнаружили возгорание торфа на границе муниципального образования Архангельск и Приморского района около впадения реки Белоуши в Юраз. Авиапатрулирование территорий национального парка проводится с использованием самолетов 2-го объединенного авиаотряда. Начальник отдела охраны территории парка Варвара Дурныкина пояснила, обнаруженная с воздуха полезная информация и координаты контрольных точек направляются наземным рейдовым группам. Государственных инспекторов нацпарка Онежское поморье Они будут использоваться для дальнейшего подтверждения и пресечения фактов правонарушений. Солицу поморья посетили представители китайской компании Политехнологи. Цель визита гостей из Поднебесной оценить перспективы участия в строительстве глубоководного района Архангельского морского порта. На встрече временно исполняющей обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов пояснил, проект Белкамур неотъемлемая часть строительства нового морского транспортного узла имеет давнюю историю. Сегодня мы находимся на пороге практической реализации этого глобального проекта. Проект предполагает строительство порта в 55 километрах северной Архангельской. Его грузооборот составит порядка 45 миллионов тонн в год. Глубоководный район позволит заходить к крупнотоннажным судам, где две там до 100 тысяч тонн. Благодаря ему путь из Китая в европейские страны по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал сократится на 40%. Китайская делегация высказала возможность участвовать в проекте. Это подтвердил заместитель генерального директора компании Polytechnology Сун Линь. Он отметил, что у проекта очень хорошие перспективы, поэтому компания заинтересована в его участии. У компании есть финансовые возможности и опыт возведения портовой инфраструктуры в других странах. В течение ближайших месяцев правительство Архангельской области представит китайской стороне необходимую финансово-экономическую документацию. Строительство глубоководного порта имеет стратегическое значение для развития торговли между Россией и Китаем.